Всем привет! Сегодня мы запускаем новую, третью рубрику под названием «Это фиаско». Это фиаско, братан! Вокруг большое количество успешных, крутых предпринимателей, и многие думают, что у них получилось, потому что им было легче, им кто-то помог, у них не такие проблемы, как у меня. Я думаю наоборот, у этих людей, возможно, было еще больше проблем, просто в какой-то момент они не отпустили свои руки, продолжили двигаться к своей цели и нашли выход из этой ситуации. Как раз в этой рубрике мы будем общаться с акулами бизнеса, которые поделятся с нами не успешным успехом, а своим горьким опытом. А сейчас подписывайся на канал, ставь мощный лайк, погнали! Знакомьтесь, Игорь Подстрешный, сооснователь крупной сети бургерных Burger Heroes. Здарова, ребят! Игорь, давай сегодня мы не будем говорить про твой бизнес, про финансовые показатели, про бизнес-процесс какие-то. Мне интересно услышать твою историю, именно историю отрицательного опыта, какие-то падения жесткие, как они повлияли на тебя, и самое главное, как ты выходил из них, какие решения принимал, как ты себя мотивировал и какой опыт ты получал из этих ситуаций. Ну, давай начнем, наверное, как-то в таком биографическом формате. Я буду вспоминать какие-то самые старые, самые первые свои шаги в предпринимательстве. Я начинал вообще с того, что мыл машину во дворе в 9 лет. Уже в 9 начало. Это мой первый был бизнес. Я был в итоге самым богатым школьником во дворе. Машина стоила помыть 100 рублей. Был я и моя команда. Первая фиаско, которая случилась в этом микробизнесе, это поставили лифт на ремонт, а я жил на 6 этаже. И мне нужно было с 6 этажа спускать ведра на 1 этаж вниз. Это было, ну, это такое препятствие. Что я сделал? Я пошел, договорился с диспетчерской на 1 этаже. Договорился так, что они еще застолбили место прямо перед входом к ним. То есть это стоило мне совсем недорого. Но у нас был вариант, типа, бросить все и пойти играть дальше в прятки и в салки. Или же стать клевыми школьниками и покупать себе шоколадки и чипсы с газировкой. На что родители, конечно же, не давали денег. То есть 9 лет ты уже предприниматель, да? Мне кажется, да. Я считаю, что начало моей карьеры, оно где-то там. Следующая история была связана с следующим бизнесом. Он уже более-менее был похож на что-то типа бизнеса. Мне было 20 лет. Я решил, что все. Я больше не буду работать на кого-то, получать какую-то непонятную зарплату. Я хочу зарабатывать достаточно для того, чтобы обеспечить свой образ жизни. Началось все с того, что я арендовал помещение. Примерно 70 квадратных метров, недалеко от улицы Солянка, в самом центре, в Цоколе. Это минус первый этаж. Я пришел, посмотрел площадку, она классная. Там кто-то делал ремонт, непонятно почему остановился. Залито стяжка, зашито гипсом. Я думаю, ну ладно, можно все дальше делать и открывать здесь галерею современного искусства и магазин футболок. Магазин футболок – важная вещь, потому что вся коммерция закладывалась именно на производство и продажу дизайнерских футболок. А галерея, она являлась обоснованием того, что футболки дизайнерские, потому что это магазин при галерее, где проходят выставки, инсталляции и так далее. Это был вот прям один концепт. Мы три месяца делали ремонт с друзьями, я позвал всех друзей. В какой-то момент у меня закончились деньги. Но прежде чем деньги закончились, случилось первое фиаско. Я подписал договор, взял ключи, открываю помещение и смотрю, что там. Там воды по щиколотку. Я думаю, откуда бы это могло быть? Наверное, прорвало трубу, но нет. Оказалось, что канализационный стояк и от него ответвление. Вот моя была самая последняя, самая нижняя. И где-то там ниже затопило, засорилось. И получилось так, что вода со всеми делами не могла проходить ниже. Она выходила ко мне в помещение. Все к тебе. Наняла бригаду дворников местную. Они отказались. Нанял вторую бригаду дворников, они отказались. Нанял третью бригаду дворников. Они тоже сказали мне все, что они об этой работе думают. Ну что, я позвонил своему корешу, говорю, мужик, выручай. Вариантов мало. Мы купили костюмы химзащиты. Дома у меня нашлись противогазы. Мы замотали все скотчем. Перчатки по локоть. Три ящика кома-то. Ведра, лопата. Ну и вперед. То есть я уже оплатил аренду и депозит. И подписал договор. Ну все, никто мне денег не вернет. Хотя сейчас я понимаю, что если бы я тогда знал лучшее нормы права, я бы пришел к арендодателю и сказал, смотри, помещение непригодное для эксплуатации. Очищай. Это задача арендодателя. Но я тогда ничего об этом не знал. У тебя отсюда вывод основательно подходить к подбору помещений, да? Отсюда вывод. Прежде чем подходить к бизнесу и к подбору помещения, хорошо бы почитать ряд договоров и проконсультироваться с юристами. Лучше не сэкономить на юристе 1015-20, может быть даже 30 за один договор, но получить крутой, хороший договор. Параллельно делался ремонт и должны были производиться футболки. Ткань найдена, подрядчик определен, деньги оплачены. И значит я забираю футболки с производства, а они все маленькие, их невозможно продавать, они детские. Тогда я смог вернуть товар, но подрядчик мне смог вернуть деньги только в течение 4 месяцев. И на эти дробные суммы я не смог оформить новый заказ, потому что нужно было сделать большую предоплату. Магазин футболок, который должен был качать деньги, который должен был давать именно весь финансовый поток, он полностью перечеркнут и отсутствует бюджет. Я из этого сделал много выводов. Первое, не плати, вперед. Второе, не экономим на подрядчиках. Я и получил соответствующий результат. Мне знаешь, что интересно, вот ты начал бизнес, 20 лет у тебя одна проблема, вторая проблема. Что тебе помогло не отпустить руки, двигаться дальше? Ты же мог просто броситься и сказать, да ну, начну что-то другое делать. На самом деле мне просто отступать было некуда, потому что, чтобы начать что-то новое, мне опять нужен капитал, мне опять его нужно будет копить, копить. И я просто сейчас потеряю тысячу, ну, на тот момент 300-400 рублей. Я понял, что что не убьет, то сделать ценнее. Параллельно с этим мы запустили очень крутую выставку. И мы начали работать действительно как музей, как галерея. Мы брали 50 рублей за вход. И нам это на первых порах купало аренду. Первый этап мы прошли, мы не утонули из-за того, что долговые обязательства. Второй этап мы начали смотреть, что же у нас, какие ресурсы есть. Мы поняли, что у нас здесь очень много времени. Друзья подогнали проектор по дешевке. И мы начали делать мастер-классы, лекции, показывать авторское кино, которое снимали московские режиссеры. В общем, мы нашли какой-то такой формат, который занимает вечер с точки зрения образования, развлечения и такой интеллектуальной пищи. Присутствовала эта история полтора года. Ну это круто, потому что вот многие почему не становятся успешными? Какая-то раз проблема, два проблема, они все останавливаются. Слушай, это исключительно вопрос мотивации. Мне кажется, очень часто люди делают бизнес из-за того, что им тупо скучно. Потому что они искренне не верят в те цели, которые себе ставят. Я прекрасно понимал, куда меня приведет дорога пассивная, и поэтому мне пришлось брать и что-то предпринимать. Поэтому самое главное, что я выношу из всех вот этих неудач, это выводы. Потому что я понимаю, где я был неправ. И каждый свой следующий и следующий проект я делаю исключительно с учетом ошибок прошлого. Можешь поделиться советом, дать какой-то лайфхак, как восстанавливаться после неудач? Потому что я еще раз повторюсь, что очень многие предприниматели именно вот после первой неудачи, второй бросают и уходят. Очень хорошая история есть на эту тему Артемия Лебедева. Я считаю его достаточно классным предпринимателем. Как-то раз ему задают вопрос. Артемий, вы такой успешный. Скажите, а как вот себя так же мотивировать, чтобы все успешно получалось? Он говорит, никак, оставайтесь в жопе. Я вот тоже думаю, ну как себя мотивировать? Никак, оставайтесь в жопе. А если вы не хотите в ней оставаться, то вы всегда найдете возможность как оттуда выбраться. Игорь, недавно ты принял участие на канале «Пятница» в проекте «Теперь я босс». Владельцы бизнесов и самоуверенные новички поменяются местами. Тут полный зашквар. Теперь я босс. Поделись эмоциями, как это вообще проходило, насколько сложно обучать людей. Три дня подряд объясняю, что некер делать всякое говно. Слушай, обучить людей это реально сложно. Чтобы учиться, еще очень важно желание. И помимо того, чтобы слышать, нужно еще уметь слушать. Это тоже очень тонкий и важный момент. Я знаю, что Дима сделал выводы и узнал для себя очень много нового, как минимум из сферы общественного питания, как вообще должно все быть встроено. Поэтому мне кажется, что проект дал ему плюс. А вот обучая кого-то, ты сам обучаешься, ты сам наполняешься чем-то? Конечно, повторение матча Ченя. Плюс я обучаю его, я обучаюсь его неудачам. И потом сам анализирую их и понимаю, как мне не совершить такую же ошибку. А вы поддерживаете как-то связь, общаетесь? Да, да, мы периодически созваниваемся. Я планирую сделать к нему скорый визит, попробовать, как у него получаются бургеры, сильно ли изменились наши рецептуры, или же он их прокачал наоборот, еще в лучшую сторону. Вот скажи только честно, как ты думаешь, его бизнес на успех обречен, или ему нужно еще долго работать и упорно работать над этим. Я считаю, что бизнес – это в первую очередь всего лишь физическая реализация амбиции, потенциала его руководителя. Каждый человек имеет безграничный потенциал, ну просто огромный, мы себе не можем представить, какой большой. И если он будет расти и работать над собой, у него может быть огромный, огромный и очень успешный бизнес. Игорь, спасибо тебе большое за твою интересную историю. Спасибо. Было приятно пообщаться. Да, до скорых встреч и не опускайте руки. Друзья, а как вам выпуск? Мы уже отсняли три рубрики – это «Бизнес после шоу», «Начнись малого» и «Фиаско». Мне очень интересно услышать ваше мнение, поэтому в комментариях пишите, какая рубрика вам понравилась больше, какую рубрику хотите видеть чаще, все комментарии буду читать. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем успехов! Субтитры сделал DimaTorzok